О маршруте этого вируса по человеческому организму. Значит, он попадает воздушно-капельным путем. Вирус не обязательно попадает воздушно-капельным путем. Он может попасть как угодно. Конечно, я думаю, процентов 90-80 он попадает воздушно-капельным путем. То есть, ношение масок этому способствует. То есть, известно, что вирус во внешней среде очень неустойчив. Ну, когда он попадает на тряпочку в виде маски, которая теплая, влажная, естественно, то есть, вирус это расценивает как подарок. Вот, и скорее всего, через эту маску он и падает через нос, через рот и достигает желудочно-кишечного тракта. Вот. Поэтому, для того, чтобы предотвратить попадание вируса, желательно освободить, соответственно, носовые пазухи хотя бы водой. Ну, лучше щелочной водой. То есть, можно добавить соды немножко. Можно выжать римонный сок. То есть, как известно, римон обладает мощным щелочным PH. Без разницы, хотя бы водой. Потом мы берем гель, который содержит интерферон и наносим. Вот. Одеваем маску и после этого выходим из квартиры. Соответственно, скажем, из спортзала, с работы, либо с какого-то учреждения, куда вы приехали, нужно проделать точно такую же ситуацию. Зайти в туалетную комнату, промыть нос. Ну, может быть, у кого-то с собой будет бутылочка щелочной водой. Промыть щелочной водой нос, нанести интерферон, который содержится в геле, одеть свежую маску и вернуться в квартиру. То есть, вот, как бы, такие нехитрые манипуляции, то есть, уже, как бы, помогут снизить заражение вирусом. Ну, а если вы хотите для профилактики, то каждое утро нужно пить, соответственно, какие-то БАДы, которые улучшают работу вашей поджелочной железы, соответственно, защищают ваши легкие. То есть, это БАД легочный, соответственно, 11. Секунду, секунду. Если он кажется вам горьким, то есть Бория, легочный БАД, который алфит школьный, 9. То есть, можно, в принципе, употреблять, ну, скажем, нежным людям его. То есть, он там в виде чая. То есть, заваривать чай и в течение дня, 2-3 раза его употреблять. То есть, он, как бы, имеет достаточно приятный вкус. То есть, пожалуйста. Вопрос? Да, мы закончим на том, что вирус SARS, значит, он прошел через, как бы, горло, да, через это, вот, как это, первую защиту? Он прошел в первую защиту кольцо Пирогова, то есть, лимфоидное кольцо в горле. Почему-то считается, что после этого он обязательно должен подпасть в легкие. Нет, он не подпадает в легкие, то есть, он подпадает в кишечно-желудочный тракт. То есть, я в этом, как бы, уверен на 99%, то есть, за счет анамнеза, который я собирал, раз. Ну, и у меня, как бы, была картина. То есть, у меня в течение 5 дней наблюдался понос без всякого кашля. То есть, я попытался остановить антибиотики. А что там за пневмония тогда? Ну, там, на самом деле, псевдопневмония. То есть, при ковиде возникает так называемая интерстациальная пневмония, то есть, вирусная пневмония. Если, скажем, ну, определенные там бактерии, допустим, скажем, микобактерии, туберкулезы, то есть, они поражают конкретно легочную ткань, то вирус ковида поражает не легочную ткань. Если мы представим веточку винограда, то вот альвеолы – это ягодки. То есть, ковид поражает не ягодки, он поражает сам стебель. Стебель, где мы держим виноград. В легких, поэтому стеблю идет кровь к альвеолам. В альвеолах происходит обогащение кислородом. Конечно. То есть, альвеолы нормально работают, но затруднена доставка свежей крови. Конечно. Вот. И поэтому воспаление на этой, скажем, веточке, да, то есть, фактически это не соединительная ткань, но можно сравнить, да. То есть, оно, воспаление не очень большое. И к тому же нет вот этой мокроты, которую мы наблюдаем при других респираторных заболеваниях. То есть, при ковиде сухой кашель, очень скудно отделяемая, то есть, нужно помогать какими-то средствами, скажем, АЦЦ, рыба, мукалтин, ну, то есть, средства разжижающие отделяемые легких мокротов, чтобы это все отхаркивалось, выходило. Вот, потому что иначе это все, то есть, как бы, отход этих материалов жизнедеятельности вируса, ну, то есть, пораженные погибшие клетки затруднен, а их, конечно, нужно ударять. Вот, в принципе, для этого есть достаточно, опять же, простые способы. Китайско-французский метод, они его запатентовали в 1985 году. Я когда лежал в реанимации, я там достаточно успешно его применял. Брется стакан с горячей водой, то есть, обязательно должны прогреваться пальцы, должно быть горячо, ты фактически стакан так вот перебрасываешь, а потом мелкими глотками ты его отпиваешь. То есть, разогревается меридиан легких при руке, и, соответственно, мокрота начинает отходить. Его нужно применять, этот способ, как при разгаре заболевания, так и в моменты, когда уже идет выздоровление. Сейчас ходит ролик, где наш главный вирусолог, господин Рошаль, доктор Рошаль. Он не вирусолог. А кто он? То есть, Рошаль не вирусолог, он детский врач. Ага. Вот он рекомендует, значит, убивать вирус питьем горькой воды. Какой воды? То есть, чесноком? Горячий. Нет. Там несколько у него способов. Первый – это есть чеснок, второй – это пить горячую воду. То есть, он тут вообще-то попал, получается? Ну, пить горячую просто воду, то есть, это, ну, как бы глупость, потому что организм, то есть, мгновенно ее остужает, выровняет под свою температуру, скажем, там, 36,6, либо 40 градусов. Это раз. Вот. Ну, то есть, есть защитные, как бы, вот. Поэтому пить горячую воду, только чтобы активизировать меридианы легких, да. Ну, напомню, что он говорил в этом ролике, первое, он сказал, что надо есть чеснок, прям, хлопотать зубок чеснока утром перед едой, не жевать. Второе – это пить горячую воду. И третье – это диагностика ковида, есть ли сухой кашель. Сухой кашель есть, значит, ковид. Сухой кашель нет, значит, не ковид. Вот так вот. Это что? Сухой кашель. А, сухой кашель есть, значит, ковид. То есть, он там очень просто все у нас. Нет, ну, на самом деле, как бы, все просто не может, потому что я понимаю, что сейчас мы многие методы, ну, вот эти зубчики чеснока, то есть, во всей эпидемии гриппа их рекомендовали в СССР. То есть, пожалуйста, только там было более щадящее, взять кусочек черного хлеба и чеснок, как бы, втереть в этот хлеб. Вот, и после этого тут же съесть. Это раз. Потому что все равно эфирные масла, они будут, соответственно, то есть, это как бы способ повысить иммунитет. То есть, он может существовать, он ни в коем случае не извечит больного от вируса ковид. Вот, как профилактика определенная, ну, почему бы нет. Это точно так же, как можно пить вино Гритвейн, то есть, подогревать он тоже, ну, с корицей. То есть, это, в общем-то, рецепт, как защититься от какой угодно вирусной инфекции. Это рецепт, как, в принципе, профилактически защититься от какой-то, я еще подчеркиваю, это чисто профилактика, не лечение. Вот, ну, по идее, так лучше говорить, то есть, вот этот зубчик чеснока, это на самом деле метод лечения Чингисхана. Чингисхан рекомендовал съедать не зубчик, а несколько головок чеснока. То есть, на, соответственно, голодный желудок, то есть, съесть мощные идут потом эти, соответственно. А желудок не пострадает тогда? Ну, конечно, то есть, не каждый человек это выдержит. То есть, здоровые люди это, очень здоровые, выдержат. Ну, я думаю, 95% нынешнего населения такое лечение не приемлет. Они просто, ну, как бы, скончаются от других причин. Так, значит, вот мы проследили маршрут вируса. Тебе объясните, каким способом работает этот самый ронкорекин? Почему он действует? Ну, ронкорекин действует следующим образом. Во-первых, у нас сейчас почему-то полностью исчезли интерфероны с продажи. Я знаю, что на территории России еще с советских времен, ну, у нас, допустим, я живу в Новосибирске, рядом город Томск, который, бог знает сколько времени, выпускал интерферон в ампулах. Поэтому, он, как бы, не гамма, а альфа, ну, не суть. Так вот, при заболеваниях вируса, при попадании в организм, я говорился, вируса, либо микроорганизма, то есть первая реакция, то есть идет всегда выработка интерферона. То есть это первый защитный барьер, то есть так всегда организм действует. Вот. Затем вторая, как бы, иммунологическая реакция, это интерферон, интерферон-2. То есть ронкорекин, это и есть интерферон-2. То есть это второй ответ организма. Вот. Вводя, соответственно, ронкорекин, то есть мы сразу же переходим на второй этап. То есть наш организм мобилизуется, перестраивается. То есть, когда идет большое попадание, как бы, интерферон-2, то есть организм бросает все резервы в бой. Потому что при любом заболевании организм всегда придерживает на черный день какие-то защитные силы. То есть он не считает, что это такая угроза, потому что, ну, как бы... Температуры нет. Ну, дело не в том, что температуры нет. Мы, как бы, миллионы лет сталкивались с бактериями, с вирусами, и, как бы, умеем с ними бороться, и организм, как бы, не видит в этом большой беды. То есть он, как бы, действует, ну, стандартно, обычно. И когда мы, соответственно, вводим бронкорекин, вот, то есть мы говорим, что СОС, то есть нужно бросать, активизировать все силы, и организм, конечно, начинает бороться, то есть идет последний бой. Вот, скажем, в дикой природе это было бы такое неразумное решение, но у нас же есть, если надо, и одна, и вторая, и хоть 10 ампул бронкорекина, которые мы можем ввести. Вот, и поэтому мы можем...